Ремонт поликлиники поселка Бор закончится в середине февраля. Сейчас основные строительные работы выполнены, проблема возникла с организацией пожарной сигнализации. Без этого мы работать зайти не можем. Подрядчик и субподрядчик уверяют, что до 15-го числа они с этой работой справятся, до 15-го февраля. Подрядчик уже загрузился в ЕИС, то есть на приемку работы по контракту у нас 20 дней на прием. Я думаю, что все-таки к 17-го февраля мы заедем в наше новое помещение. Что касается оборудования, часто поднимался вопрос по оборудованию. Монограф цифровой уже привезли на прошлой неделе, на следующей неделе коллективом монтировать. То есть сохраняется работа кабинета цифровой монографии и цифровой монографии для всего города. Потому что в Мазаре у нас нет помещения, куда можно умонтировать, но сегодня было цифровой монографии. Поэтому ставим цифровой монографии в там, где было аналогово. Жители будут получать помощь и в городе, и в городе. Новый аппарат УЗИ мы также получили, ввели в работу. В кабинете будет новый аппарат УЗИ. Врач УЗИ остается работать в поселке Бор. Специалист там есть. Врач-хирург Виктор Ильич, я думаю, нам поддержит и поможет. Но, как обычно, все это было, я думаю, будет в рамках чередования. То есть доктора будут подрабатывать в поликлинике, те, которые работают в стационаре, по мере возможности. Кабинет хирурга там есть. Кабинет, соответственно, массажа, кабинеты физиотерапевтического отделения также сделаны. Они остаются в поликлинике. Что касается аптеки, кабинеты предложены. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов. Я думаю, что после открытия они заработают. Губернские аптеки с выдачей грудно-хирургарственных препаратов. Договоренность такая есть. Результат этот уже получен. Ну и на втором этаже у нас уже работает централизованная лаборатория, которая работает и для жителей поселка Бор, и для города. Доставка осуществляется с пунктов сбора. Я имею в виду взрослую поликлинику города Назарова. Жители поселка Бор могут задавать анализы поселке вот непосредственно в лаборатории на втором этаже.